Добрый день! С вами Лаврентий Ивановна Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии и не только. Март 2024 года открывает тройное соединение Солнца, Меркурий, Сатурн, считывающее с тонких планов грядущие образы будущего. Причем тех, кто не может сонастроиться с тонкими образами, рыб, нового совершенно нисходящего логоса, Сатурн тут же замораживает и помещает в ледяные чертоги снежной королевы лет на 30 собирать слово «вечность», подобно Каю, до тех пор, пока душа все же не пробудится, и девочка с именем Герда, а это на самом-то деле Герда Херц, сердце, узника должна оттаять и вспомнить о миротворчестве, человеколюбии и, в принципе, о своем предназначении, ибо заблудилась совершенно вообще не там. И, соответственно, вот этот мальчик Кай, он же Дух Стух, заснул, в коматоз впал такой тотальный литургический сон. Март начинается и заканчивается Луной в соединении со звездой Антарис, активизирующей ось жесткого выбора своего пути. То есть мы будем особо говорить про предназначения в этом марте. Март 2024 года открывает еще и коридор затмений, приносящих роковые события, как вы понимаете. Март, содержащий в себе сакральную точку коллагода, весеннее равноденствие в этом 2024-м високосном году будет весьма напряженный. Очень много сложных аспектов. В частности, один из них – это оппозиция солнца и лилит в Деве. Пиковая ситуация 7 марта, но вообще это аспект практически на половину марта, с 1 по 13 число. Отметим себе сразу, что сюжет зародился 18 августа 2023 года, плюс-минус неделя. Что было тогда? Да, вспоминайте, пожалуйста, в личной жизни, понятно, и в мировых событиях. В Черном море тогда была атака дронов по судам, мощное землетрясение в Турции и не только, жуткие пожары на Гавайях и не только, наводнения в Чили и не только. Теракт в мечети в Иране, извержение этны, сбой в Твиттере, Трамп там звенел прямо так вот очень сильно. В Босфоре из-за поломки судна приостановилось судоходство в обоих направлениях и, соответственно, были конкретные убытки. В Суэцком канале столкнулись два танкера и тоже здесь коммуникация, понимаете, нарушена. Тропический шторм Хиллари, то есть сразу отсылка к конкретной даме, обрушился на Лос-Анджелес впервые за более чем 80 лет. Израиль и Хамас, Китай и Тайвань, кризис в Нигере и, конечно, да, вирус. Новый вариант коронавируса, отличающийся большим числом мутаций. И вот он как раз вот на соединении Солнца и Лилит был обнаружен, конечно, где? Конечно, в Великобритании. Значит, скорее всего, нам снова сообщат о каком-нибудь очередном вируснике. В Орбис соединения Солнца и Лилит попали соляры многих стран СНГ и, конечно же, НАТО. НАТО и Украина 24 августа. Беларусь, Молдова и так далее. Вот эти все страны, они все сейчас будут звенеть, резонировать. О, про Приднестровье сколько мне писем уже написали, вы себе даже не представляете. Но вернемся к нашему разбору. Лилит – это максимальное отхождение от изначально задуманной программы души, скопления грехов и помрачений рода, то есть не только самого человека, но и его древа. Мы столкнемся тут со своими демоническими проявлениями, с искушениями, провокациями. Конечно, гордыня, тщеславие, чувство превосходства, жестокосердечие сыграют с кем-то нехорошую шутку. Аспект создаст и внутреннее напряжение, внутреннюю борьбу, даже войну между потребительским, житейским, удобным, обычным и остаточным каким-то сознательным, ответственным, глубинным. Но что внутри, то и снаружи. Понимаете, вот чем страшен этот аспект. Притянуть напряжение, конфликт, войну снаружи будет очень легко. Поэтому очень важно как-то контролировать себя вот в эти две недели. Ну и потом, конечно же, там же затмение, в которое, если что-то ломается, то потом уже не восстанавливается. Лилит будет соблазнять изо всех сил запретными плодами, желаниями. Кто-то на пути к цели будет перешагивать буквально через друзей, близких, родителей, плевать в душу так вот бессовестно, опираясь на конкретные материальные цели, выгоды. А кто-то вообще в принципе не будет анализировать, что он делает. Кто-то будет совершать необдуманные поступки. Божественные законы мироздания тут будут выворачиваться буквально на наших глазах. Понятно, что попираться, но и извращаться. Деспотизм, жестокосердечие, бездушность, жлобство, желание самоутвердиться на слабых, ложь, жертвоприношение. А кто-то наоборот будет ломаться и падать в болезнь или запой. В психические помрачения. Блокировка творческого начала. Оппозиция подразумевает напряженную работу над характером и самоконтроль, усилия по борьбе с вот этими вопросами, провокациями, сложными ситуациями. Главное тут солнце в рыбах. То есть духовность, душевность, умение сопереживать, сочувствовать. Получается, что в идеале нужно увидеть утерянные таланты, подметить свою черствость, вывести на качественный уровень свое демоническое, свое слабое. Конечно же, постараться прозреть суть происходящего, но здесь это будет крайне сложно. В отношениях этот аспект, безусловно, внесет свои, так сказать, коррективы. Сохранить ответственность, гармонию будет очень тяжело, но архиважным. Кто-то будет зажимать бездушно правилами гайки, а кто-то стенать, как горбун, отверженный с проклятием на челе. Проявятся абьюзеры, манипуляторы, нытье, прудетские травмы, прочая саморефлексия, игра на нервов и провоцирование чувства вины. Не впечатляемся. Все это провокация. Как проработать это все? Вот в чем вопрос, ибо накладывается много, посмотрите, сколько всего. Во-первых, это осознать мистерию отца и дети. Раз. Отцов в вашем конкретном детстве, солнце, отец. Во-вторых, в-третьих, разобраться с программой духа и души в натальной карте. Это самое важное, что сейчас нужно будет сделать. Нужно очень сильно постараться. Следующим за вот этим аспектом, сложный аспект, это соединение Венера-Сатурна. Тот, кто сейчас хорошо поработает, тот получит от Сатурна подарки. В противном случае Сатурн там эту Венеру с финансами, отношениями, системой ценностей очень сильно подзажмет. Но об этом мы отдельно еще поговорим. Обратите внимание в карте Луна с Плутоном. Да, те, у кого в натальной карте Луна с Плутоном, в Скорпионе или в Восьмом доме, срезонируют однозначно. Или в напряженных аспектах к Плутону тоже. Так вот, вот эта Луна с Плутоном, да в квадрате к Юпитеру. Кто-то пройдет болезненные испытания, переживет катарсис, особенно мамочки Луна. Придется погрузиться в прошлое, и оттуда выплывет старая болезненная ситуация. Родовая травма, трагедия, неизжитый какой-то опыт. Вот то, что было неизжито в роду, оно вот сейчас повылазит. Кого-то потянет на риск самопожертвования, пощекотать кому-то нервы, особенно раки, да, драматически жестокие семейные разборки, особенно там, где в семье подростки. Будьте мудрыми, старайтесь прозреть суть и максимально идти на компромисс. Да, иногда лучше промолчать. Аспект пройдет, осадочек останется, это понятно, но лучше потом качественно все это дипломатично разобрать. Кету в весах, это хвост дракона, на который мы опираемся. Такт, этика, дипломатия, эстетика и так далее. Это наш фундамент сейчас. Более того, это же водолейское вот это соединение Луна-Плутон, то есть надо принять инаковость гибкими, пластичными. приходят какие-то новые сюжеты, в которые мы по-любому должны войти. Марс в квадрате к Урану. Это, кстати, про авиакатастрофы, аварии, вспыльчивость, сверхимпульсивность, назло кондуктору, купив билет, хлопнуть дверью и пойти пешком. Да, это будет здесь сейчас сплошь и рядом. Проблемы с интернетом, электроприборами. Если каратит внутри, искрить внутри, если будет, то и снаружи соответственно тоже. Поэтому йога, цигун, пранаяма. Заземляйтесь. Лучше пару минут лишний раз подышать, чем наломать дров на таких провокационных сюжетах. Понятно, что берегите сердечко, тут оно будет очень так шарить. И нервную систему, да. Кстати, кто-то обязательно постарается вывести народ на демонстрации, то есть кинуть в топку революции очередной какой-нибудь. Аспект манипуляторов, собирающих гавах. Сообщения будут носить скрытый зомбирующий подтекст ложь Меркурий с Нептуном. Что я скажу? Не впечатляемся, а прозреваем. Это все прокачивается только через осознанное удержание себя в духовной вертикали, удержание стержня. Постарайтесь заняться конкретным делом, требующим концентрации внимания, созерцайте божественные высокие образы, читайте молитвы, мантры, предупрежден, значит вооружен, и готовьтесь к затменьям, и делитесь этим роликом, надо помогать людям, если вы уже знаете в чем ситуация, то пусть и ближнее окружение тоже знает. Хорошо? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в фейсбук в личку, вместе будем разбирать ваши натальные карты, вместе искать предназначения, исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую в телеграм и в инстаграм. У нас там, во-первых, собралась очень замечательная группа обсуждающих, делящихся опытом, и там мы разбираем аспекты каждого дня, самые сложные аспекты и ищем их глубинную проработку вместе. Да, и обратите внимание на адрес моего телеграм-канала, вот только такой и никакой другой. Скачивайте наши астрологические календари, ссылки вы найдете в описании к этому ролику на канале YouTube, там же будут и ссылки на самые интересные и важные аспекты и лекции 2024 года. Будьте умничками, с верой в вас и любовью. Ваша Настя, ваша Настя из Одессы. Пока-пока. Продолжение следует...